Всем привет! Это мой новый влог «Старая я», и прежде чем начать его смотреть, пожалуйста, подпишитесь на мой канал, чтобы не пропускать ни одного нового влога, чтобы быть всегда в курсе всех событий, и просто, чтобы сделать приятно мне, и поскорее набрать 100 тысяч подписчиков. Если вы до сих пор этого не сделали, и не нажали кнопку «Подписаться», то видео для вас сейчас заблокируется, я вам говорю, просто зависнет. Ха, такая юмористка, буду всегда так делать. Надеюсь, вы уже подписались? Короче, сегодня был достаточно интересный, насыщенный день. Во-первых, я легла вчера в час ночи, что для меня достаточно рано, и встала в 10 утра. Первый раз я проснулась в 8 утра, но потом я, конечно же, легла доспать. Ой, на светофоре 15 секунд. Ребят, дайте пробегу, а потом буду миллион лет ждать. Успела. Чё говорила? А, насыщенный день. Потом у нас была встреча, запыхалась с женами с команды, вот, перед плей-офф, как я говорила в том влоге, что сейчас начинается борьба за кубок с 1 марта. Завтра уже первая игра, сегодня 28 февраля, если что, получается. И мы собирались, обсуждали, и просто, ну, как бы, ну, мы всегда так делаем, так получается. Я вам покажу, какие нам выдали бомберы, такие мы заказали сами с девочкой, с девочкой на кроссовке. И сейчас иду в торговый центр, сделала педикюр, сделала, наконец-то, черный. И 2-го числа иду на маникюр. Сейчас у меня вот такой френч, и мне он нравится, но я хочу сделать следующий черный, прям соскучилась. Кто не помнит, не знает, у меня был прям бум на черный цвет с августа по декабрь, я его постоянно делала, там, 5 раз, что ли, подряд. И потом у меня был нюд, вот френч, и я хочу опять. Всё, душа требует. Идти разговаривать очень тяжело, запыхалась. Сейчас я иду в торговый центр для того, чтобы посмотреть Дане айпад. В чём прикол? Я на 23 февраля ему никакой подарок не сделала, не подарила, потому что мы улетали в Сочи. Перед этим я у него уточняла, что бы он хотел. Мы ездили в ДЛД вместе. Я ему говорила, выберите, я не знаю, кроссовки какие-то, брендовые, в конце концов. Он ничего не купил, ничего не выбрал, я ему говорила, что подарить, и он мне мимолетно сказал, я хочу себе айпад. У нас есть айпад мини, который мы покупали года три назад. Ну и, откровенно говоря, он достаточно уже устарелый, но я на нём иногда играю в Homescapes. Ну, игрушка такая, где там собирать всякие штучки. Он мне говорит, мне нужен айпад, когда езжу в поездки смотреть фильмы, там, может, игры какие-то. И перед 23-м я не могла его купить. Поэтому я сделала вид и сказала, что Дань, ты прикалываешься, айпад, ну, во-первых, это очень дорого. Это, ну, как бы, 23 февраля не такой праздник, чтобы такие дорогие подарки делать. Ну, и всё, мы возвращались несколько раз к этому вопросу. И он шутил и сели, ну, что, айпад подаришь мне или нет? Я говорю, Дань, какой айпад? Я говорю, айпад 1150 стоит последним там, про. Он такой, ну и что? Я говорю, нет. Вот, как бы, извини, но мне кажется, что это слишком. Вот, и сегодня, наконец-таки, сложилось время, что я могу сходить, посмотреть. Честно, не знаю, какой брать. Возможно, айпад, возможно, сразу брать про. Как я поняла, про это прям уже как ноутбук. Туда можно и клавиатуру купить, и всё такое. Насколько ему это нужно? Ну, не всегда мы покупаем то, что нужно. Иногда нам что-то хочется, как я купила себе, точнее, Даням я купил 14-й айфон. В этом не было необходимости, но мне хотелось. Поэтому я тоже не хочу лишать его такой радости. Сейчас я спрошу у консультантов, что они посоветуют, что скажут, что вообще есть наличие. Я пришла, ну, иду в рестор. Я, на самом деле, в ресторе покупала Apple Watch и маме, и себе, и ноутбук здесь свой покупала. Ну, мне нравится, хотя здесь цены дороже, чем в каких-то, типа, ну, в других магазинах. Мне нужно в подарок молодому человеку. Вообще, ему, если честно, он как игрушка, то есть что-то скачать, какие-то фильмы там, возможно. Ну, я рассматривала между Ayr и Pro, насколько там разница в цене больше и какой лучше купить. Помимо, соответственно, планшета, помимо игр, что еще будет? Ну, фильмы он там будет смотреть. Я не знаю, насколько, ну, вот, ну, работы. Часто с собой будет играть. Ну, да, часто он на выезды, часто ездит, поэтому... Ну, лучше и полегче взять. Если Ayr смотреть, то один с геймом. В играх, в планшете именно в Pro-версии используется 20 Гц. Это поинтереснее будет. Поэтому берите... Вот этот вы имеете в виду? Да. Берите, конечно же, Pro-версию. Ага. Чтобы у вас Герса лучше доехать. Ага. А в какие есть наличие? Вот это Целляр или как? Целляр, это наличие слот в лесной карте, чтобы в интернет было. Ага, вот чтобы вот вай-фай... То есть это мобильная версия, более мобильная версия, потому что это... Окей, вот есть какой-нибудь, может быть, на 256 гигабайт, да, на 520. Видите, вот этот такой огромный. Реально, конечно, может быть, с одной стороны он и побольше, но с другой стороны, это уже реально прям ноутбук. Проще взять и купить уже полноценный ноутбук, как у меня. Вот сюда подключить... А, ну на Air тоже подключается вот эта клавиатура. Но здесь, видите, экран лучше. Ну, возможно, конечно, не то, что выгоднее его продавать, но все равно я считаю, что он вроде как последний. Ну, один из таких последних, какого он года, наверное, 2022-го. Но, конечно, вы можете в комментосах потом написать, Катя, ну ты что, надо было Air брать. Но вот этот вот, ну вот этот огромный, вы понимаете, да, его тяжело носить, его и в сумку тяжеловато достаточно. А этот у нас вообще вот такого размерчика. Только этот iPad mini достаточно новая версия, а у нас прям буквально самый-самый первый. Мы его покупали еще в то время тысяч, я не знаю, за 30. Ну, мне всегда очень радостно делать подарки. Я представляю, что он будет очень рад, что ему понравится. Наверное, надеюсь. Вот. Есть версия iPad Pro на 128, на 256 гигабайт, Wi-Fi плюс сим-карту. То есть 128 и 256. Нет, только 128 и 256. Короче, такой лох-педальный у вас. Оказывается, что вот это, это просто, это как раз-таки Air. iPad, а это обычный iPad. Но я беру вот такой вот iPad Pro на 11 дюймов. Он будет такой, только такого же размера. Но по сути, они очень сильно похожи. Только здесь, как мне сказали, намного лучше герцы. Тебе, ну, быстро перещелкиваются кадры. Ну, вы понимаете, просто девушка и техника. Потом звук лучше, камера лучше, дисплей лучше. Ну, слушайте, разница. Цена вот, смотрите. Я беру в наличии только 256 гигабайт, 128. Я сначала рассматривала на 512 гигабайт, 169 тысяч. Но сейчас я подумала о том, что на 512 гигабайт, ну, это, ну, это хорошо, конечно, 256 просто с головой. У Дани на телефоне меньше 100 гигабайт используется. У меня, у меня просто там 60 тысяч фотографий. Вы понимаете, сколько я влогов снимаю, я их не удаляю. Приложения всевозможные. У меня используется где-то 160 примерно гигабайт. Так что я думаю, что 256, чтобы скачать какой-то сериальчик, фильм. Плюс ты его скачиваешь, посмотрел, удалил и заново скачал. И какие-то базовые игрушки вообще норм. А здесь 256 гигабайт стоит 100 тысяч рублей. Я беру именно вот это Wi-Fi плюс целяр, или, как они сказали, чтобы была симка. Чтобы в iPad можно было вставить симку, и он работал без Wi-Fi. Короче, так, цвет будет серенький. Ну, вы поняли. Ну, у нас имеется. Да, чехольчик. А, сейчас я открою этот. Черный. Они черные либо синицы? Ну, черный, да. К тому же ничего, к сожалению, не подойдет. Это тоже ничего не подойдет. А его открывать же нужно будет сейчас? А можно тогда сразу стекло приклеить? Стекло я посмотрю по наличию, вроде как были в наличии. Если есть, то сразу со стеклом, чтобы. Школка сформируется таким вот образом, чтобы мы могли смотреть фильмы и то же самое. Либо таким образом, чтобы мы могли комментарии писать. Плюс здесь поверхность достаточно мягкая. Если кусок попадает, он не будет царапать в моем средстве. Включает и выключает устройство. Apple Pencil можно сюда. И, соответственно, вот таким вот образом можно сформирует. Чтобы вы могли ее печатать. Хорошо. А сколько клавиатура стоит? Ну, мы пока брать не будем, но просто. Сколько? 40 тысяч рублей. 40 тысяч рублей клавиатуру. Прикиньте. Ну, я думаю, что, да, ни клавиатура не нужна. Может, если в будущем захочется купить вот эту вот палочку, как он называется, Pencil. Pencil. Не смешно. Я тоже брать не буду. Если вдруг потом нужно будет, сам купит. Нет, дело не в этом. Ну, ей особо не пользуется. Ей, если там что-то рисовать, я думаю, не актуально. И также сейчас стекло посмотрим, есть. Нет в наличии. Если что, сразу чтобы приклеить. Стекло самое лучшее на рынке, во-первых, олеофобное покрытие, это минимум от печатков пальцев. Угу. Во-вторых, оно алюминосиликатное, значит, удара прочная. Угу. То есть стекло по технологиям такое же, как стекло самого плашета. Отлично. Такое вот стеклошко. Так, ну, спасибо. Сейчас откроем, чтобы просто приклеить стекло. Так вот. Вот так. И все. Поможете мне открыть, пожалуйста? А, его надо, наверное, доставать. Ладно. Я, кстати, когда-то хотела вот такой вот, как он называется. Ну, это чехол MagSafe, который... Он сзади цепляется, и туда можно вставлять карточки. А он есть такие подешевле, допустим. О, это с подставкой. Но потом я поняла, что они очень симпатичны. Он выглядит. Туда вставить карточку. Я уже настолько привыкла ходить с ней там в паспорте, что такая фигня уже не особо нужна. Но она некрасиво выглядит. Над новым макбуком я тоже. В будущем, конечно... У меня вот такой, по-моему, да? 256 гигабайт. Это что? А, у меня вот такой вот. Ну, где-то вот... Я его покупала тысячи за сто, мне кажется. Может, у меня чуть-чуть другой? Наверное. Возможно. Нет, у меня не Pro. У меня Air. Точно не такой. Такой вроде. Короче, сейчас он стоит 84 тысячи. Если я вам не вру, то я покупала реально почти за сотку. Что-то непонятно. Может, у меня какие-то дополнительные штучки были? Типа... Я не помню даже. Но он у меня в шикарном состоянии. Хотя, если кто-то помнит... Мы его чуть-чуть ремонт делали, да? Но все равно. У меня пташка шикарная. Считаю, уже работает почти два года. Ну, летом будет. Так что... Ну, пока резона нет. От него избавляться. Ну, и вот такой какой-то Pro. Видите? Он толстючий. Некрасивый. Мне не нравится такой. У меня те самые симпатичные. Ну, и айфоны, ребят. Айфоны новенькие желаете? Черный. Как у меня. Мне очень, кстати, нравится. У меня спрашивали. Катя, ты привыкла там к новому айфону туда-сюда? Не смущает ли тебя цвет? Ничего не смущает? Сначала я, конечно, была в шоке. Потому что я всю жизнь ходила с белыми. И один раз у меня был красный. Сейчас мне нравится черный. Какой бы следующий взяла? Не знаю. Вот голубенький. Ну, у меня такие вот... Честно, не люблю. У меня один раз семерка была красного цвета. Но тогда она мне безумно нравилась. А вот всякие вот сиреневые, голубые. Это не моя тема. Не знаю. Не о ляулю. А вот баклажан. Ну, тоже симпатичный. Но я за классику. Жду, пока мне там стекло приклеют. Слушайте, всё. Я всё купила. Очень рада. Вот когда... Если бы я покупала себе сейчас что-то, я бы так не радовалась. Как я рада, что купила подарок Даньке. В общем, я хочу... У меня пакеты ресторовские. Я хочу упаковать в какую-нибудь коробку... Ой, в упаковку. И прийти и сказать, Даньке. Ну, iPad, конечно, это слишком дорого. В тысячный раз. Но я купила тебе другой подарок. Я надеюсь, что он тебе понравится. Не знаю, насколько это тупо. Потому что он в секунду поймёт, наверное, что это всё-таки iPad. И можно было бы заморочиться. Купить, может быть... Слушайте, я вижу игрушку там. Может быть, мне в конструктор засунуть iPad. Ну, в упаковку конструктора. Такая затейница. И подарите ему. Что думаете на этот счёт? Я всё упаковала. И, чтобы вы понимали, я поднимаюсь вот по эскалатору. Там, вижу, вот по центру стоит магазин. Ну, типа с детскими подарками, упаковкой. Я такая думаю... И вижу коробку Minecraft. Я думаю, блин, ну всё, туда сложу и так подарю. Я просто не помню, я об этом сказала вам или нет. И девушка говорит, ко мне только сегодня приходила другая девушка и так же упаковывала iPad в подарок. Это какой-то, типа, тренд у вас? Ну, в TikTok или где-то. Типа, почему все так делают? Я такая... Нет, не тренд. Просто, видимо, удачно у вас стоит магазинчик с вашими Майнкрафтами. И всё. О, кстати, сейчас ещё забегу. В Литуале у меня закончился крем от Шанель. Такой я его люблю. Он лёгкий, базовый, под макияжик. Ну, не знаю, сейчас будет он или нет. Кстати, там такая неудобная упаковка, что она непрозрачная. И ты только в моменте узнаёшь, что он закончился. То есть так предугадать невозможно. Ни по весу, ни посмотреть. Ни хрена. И, может, его сейчас в наличии не будет. Вот из этой линейки я беру Hydra Beauty. Только это крем должен быть. И здесь, видите, маска. Маска, маска. Сыворотка, сыворотка. Блин. Здравствуйте. Ну, вот и всё. Ну, вот и всё. Не судьба. Как-то вот так примерно выглядит. Видите, пакет. Там Майнкрафт. Там внутри упакованный iPad. Просто в такую клетчатую бумагу. Не знаю, получится у меня снять реакцию. Надо только вот эти пакеты будет перед тем, как заходить, убрать, например, в сумку. А то он меня молденосно спалит. И вообще не знаю, какая у него реакция будет. Я не думаю, что он как девочка будет пищать. Можно какой-нибудь рилсик может запилить. Ну, не знаю. Посмотрим. Мои хорошие, сейчас будет полезная рекомендация. Часто мне пишут девочки о том, что, например, долгое время не могут найти своего мастера, ногтевого сервиса, парикмахера. Или же, что только переехали в новый город и не знают, какого мастера лучше выбрать. Поэтому, если вы хоть раз сталкивались с вопросом, а как и где найти хорошего мастера, то у меня есть ответ. Смело заходите на Авито. Так как Авито – это сервис, на котором можно найти исполнителей самых разных категорий. В категории услуги почти 3 миллиона объявлений. Девочки, на Авито действительно огромный выбор услуг красоты и здоровья, которые легко найти и заказать как в своем районе, так и вызвать мастера на дом, например. Если что, выбрать мастера можно по фото его работ, рейтингу и отзывам других клиентов. А цены на различные услуги обычно указаны в форме прайс-листов и сразу понятно, что сколько стоит. А перед праздником 8 марта это вообще очень актуально. Спокойно можно подобрать специалиста под себя, под свои обстоятельства. Конечно же, все ссылочки я обязательно оставлю в описании. Поэтому переходите и заказывайте маникюр-стрижки на Авито по рейтингам и отзывам. А мы возвращаемся во влог. Ребята, это полный песец. На улице был как будто бы лед. Как будто бы дорога просто сливалась с асфальтом. Я наступаю, а это просто замороженная глубокая лужа. И я туда... О май гад. Что мне теперь делать? Та-дам, ребят. Ну что, я уже дома, как вы понимаете. И Даня у него гадко. Он играет и даже не подозревает, что его ждет в ближайшем будущем. На самом деле, я думаю, что у него не будет какой-то реакции серии. О, боже, я так это хотела. Спасибо, дорогая жара. Ай, Айсусь. Привет, иди к маме. Иди. Айсушка у нас скучашка. Айсуша целый день без мамочки сидел. Как ты тут один, мой малыш любимый. Мой бредный мальчуган. Айсушка, блин, душка. Ой, у меня губы. Губы линки. Я подзаловала Айсушку, сейчас буду волосами. В общем, пока мы ждем Данила, я вам говорила, что у нас сегодня была встреча перед флоу-офф девушками, женами с командой, я имею в виду, с Даниной. Вот. Такой сейчас очень важный реально период. Конечно же, все. Вот. Встреча перед флоу-офф это очень важный период, когда, естественно, все хотят все команды, мы очень хотим кубок. Вот. Ну, как бы, так, надо поддерживать мужчин, помогать, наставлять, много не болтать. Хорошо, что. В общем, распаковка. Вот такие вот цветочки нам подарили. Это очень-очень приятно. Вот. И я покажу вам кроссы Моисеева 75,5 размер. Я, кстати, их еще не мерила, и я не знаю, подойдут ли они мне по размеру, потому что, в общем, этим делом, ну, предложила заняться девочка Алина. И она занималась этим вопросом. И, короче, когда спрашивали размер, то, кто в русском размере написал, ну, по русской таблице, кто в европейской, кто по найкам. В общем, я написала 37,5, потому что какие-то найковские кроссовки у меня 38, какие-то 37, я подумала, ну, это что-то среднее. Надеюсь, что они все-таки подойдут по размеру. В общем, вот такие вот кеды, кроссовки. Ну, не мы их, а у кого заказывала Алина, ребята, за костюм... Сложное слово. Я не могу его выговорить. Кастюмизировали. Кастюмизировали. Вообще, я даже не знаю, как правильно, если... Кастом. Я знаю, что как-то вроде кастом называется. Кастомная вещь. Если я не ошибаюсь. Ну, не суть. Короче, это были просто белые аэрфорсы. В итоге мы на них сделали цифры 93. Это игровой номер Дании. Здесь звездочка СКА. Оставили на стол, естественно. Здесь написано Санкт-петчерсбук. И здесь у нас СКА. Как-то так получается. Это для плей-офф. Можно в них как бы ходить на игры. Знаете, это всегда очень прикольно, потому что ну, когда вы, допустим, даже на ложе все в одной одежде там. Ну, в оба, понятно, не видно. Но это прикольно. Это как минимум память на будущее. Наверное, как бы в обычной жизни я их носить-то особо и не буду. Только вот как раз-таки на игры. Хотя, не знаю, не буду зарекаться. Короче, как-то так выглядит по-моему, прикольно. И здесь звездочка из Санкт-Петербурга. И каждый плей-офф это Даннин костюм здесь. И каждый плей-офф нам делают бомберы именные. Здесь написано лозунг нашего плей-офф «Вы играете, мы вас подождем». В этом году оно такое. В том году, по-моему, было «Я люблю жизнь» или что-то такое. Блин, не буду врать. Вот такой вот бомбер у меня есть. Точно такой же, только здесь другая нашивка. Номер 93, Моисеев. И я сейчас принесу тут бомбер. по-моему, на том бомбере у меня написано Моисеева. Не знаю, что с моим. И, правда, я не ошиблась, в том году у меня было написано Моисеева. Хотя, это вроде как, наверное, случайно получилось, потому что у всех в прошлом году тоже была фамилия там мужа, мужчины своего. И вот такая вот ошибка. «Я люблю тебя жизнь». Почти не ошиблась. У меня единственное, что, когда его возишь куда-то, вот эта фигня комкается, и об этом очень сложно разгладить. Ну, вот так вот. Короче, в этом, и, кстати, она то ли постиранная, она более синяя, это более такая темно-темно-синяя. И, соответственно, теперь у меня два бомбера. Класс! Прикол в том, что, ну, наверное, без разницы, Моисеев, Моисеева. У меня теперь два есть и такой-такой. Прикольный. Ну, вот такой вот получается у нас бомбер, и вот такие вот кроссовочки. По-моему, классно. Это прикольно. Мы сделали сегодня фоточки, вот, вышли на лед, сделали фотографию общих. Как-то так. Теперь, знаете, вот это утомительное желание и ожидание поскорее сделать подарок, поскорее увидеть реакцию Данькину. И надо бы померить кроссовки. Ребят, конечно, я боюсь, я реально боюсь, что они мне будут маленькие, буду вот так вот поджимать пальчики. Лучше, на самом деле, больше, чем меньше. Ну, пойти, ладно. Это, конечно, не айпад. А, ну, в смысле, а что, если не айпад, то тебе не нужен подарок? Да я шучу, я, ну, давай. Молодь. Ну, как-то даже уже один днёк. Вот такое вот. Ну, я не знаю, понравится, ой, понравится. Блин, должен быть, смотрел, понравится тебе или нет. Ну, давай. Что это? Конструктор? Ну, это Рего. Тебе чего не нравится? Красиво. Я подумала, что тебе будет интересно его собрать, например. Не видишь, это типа Microsoft. Ты не играл в такую раньше? Не играл в Microsoft. Ну, тут по-человечке есть. Спасибо. Ну, ты открой, давай посмотрим. Блин. Что-то, по-моему, тебе не очень. прикольно. Спасибо. Тут уже или топы счастливее. прикольно. Прикол. Ты его все так крутила и переживала, что ты его не уронила. ты сама его уронила, даже не переживала. Я просто не подала видео. А я сразу такой думаю. Ну, все, точно не эпатас, даже не переживала. Ура! Только я там все уже отпела, потому что там стекло. Кстати. А где ты коробку подобрала? Вот так. Щитокчик. Да. А ты чехол не покупала? Покупала. С крысом. Какая-то крысая, блин, обламывая. Я думал, реально Майнкрафт. Думаю, ёб твою мать, какой он, какой Майнкрафт. Отчего? Не, ну мне, конечно, приятно, в любом, в любом было бы, в случае, приятно, но, типа, ну, я бы в него не играл. Его нужно просто собирать, а не играть. Вот. И чехол. Блин, похерево. Блин, пожалуйста. Там уже стекло приклеено, кстати. Я подумал, сначала, ты еще уронила, сначала я подозревал, да, по-любому, блин, айпад сейчас купила, но не могла она не купить айпад. А потом, ты его уронила, и у тебя вообще никакой реакции, я такой думаю, ты его не роняла. В смысле, вот так пакет упал, ты еще такая, ты спалил, я говорю, нет. А, я не сняла. И ты вообще никакой реакции не поддала, я думаю, ну, значит, точно уже не айпад, потому что она бы, если бы упала, она бы, что-нибудь, как-нибудь, какую-нибудь реакцию подала. Нет, я не подала. Пока я ждала, что мне наклеят все эти стекла, я себе тоже стекло поменяла, мне установили на телефон Сбербанк и Альфа-Банк, старые приложения, я потому что никак не могла это сделать, а они через компьютер по-быстрому сделали. Надеюсь, у них мой Apple ID не остался. Что вы сделали? Скачали мне Сбербанк и Альфа-Банк на телефон, потому что при переносе... Реально можно мне просто Альфа-Банк скачать? Да, по-моему, Газпром тоже можно, банк или какой-то тебе нужен. Не, ну, Альфа есть приложение деньги, точно такой же, как Альфа-Банк, его можно в App Store скачать. А Сбербанк нельзя скачать. И мне все сделали. Вот, ребята, у нас, кстати, есть iPad. Так вот он выглядит. iPad mini. Помнишь? Я только как раз-таки, когда мы разговаривали, говорила о том, что мы его покупали тысяч за 30, я хотела сказать. Я еще тебе звонил, говорю, я очень хочу iPad mini. Да, ну, в то время у нас, ну, не то что, ну, почти не было денег. Почти все деньги я на него тогда отдал. И... Сейчас я 30-ку все выложил. И тогда Даня хотела очень сильно купить, и мы думали долго, типа, покупать или не покупать, потому что, ну, 30 тысяч на тот момент для нас были очень большие деньги, ну, прям вообще. Я еще тоже говорила, блин, да, ну, ты уверен, типа, это такая, типа, блин, ну, типа, это так дорого, ну, ты подумай, будешь ли ты реально им пользоваться, да, я очень хочу, мы вообще прям реально долго думали, ну, купить или не купить. Слушай, ну, я им пользовался долго, достаточно. да. Я его считаю, что я за 30 тысяч я у него нормально. Он уже, вон, весь побитый. И это уже побито не... Сколько я там в папку играл на него вообще? Да. Ну, здесь даже уже не стекло, здесь даже уже вот незащитное стекло, он здесь по краям чуть-чуть побитый, и через экран вот так утрещина. Вот, представляете, получается, мы, ну, это сколько? Года три назад я его покупала. Как мы выросли? А сейчас в целом... Года четыре назад. Ну да, может, три. Три. Ну, А сейчас мы можем спокойно делать друг другу такие подарки, ну, особо, скажем так, даже не думая, там, стоит, не стоит. Просто хочется, и ты ее же покупаешь. На самом деле, часто мы этого не замечаем, но это прикольно. И мы иногда разговариваем о том, что так здорово, что в какой-то мере мы растем вместе. И здорово, что когда-то мы реально там думали вот купить айпад за 30 тысяч. Это была какая-то невероятная покупка, просто там на последние деньги. А сейчас можно спокойно пойти все, что... Ну, не то, что все, да, там машин, квартира, еще не все, что захочешь, но в каких-то таких моментах. Это прикольно. Что топчик? То, что можно так сделать, или ты про айпад? Про айпад. А, извините, ребят, тут королев. Матери обещали уже давным-давно, что сегодня будет снег, холод, никакого солнца, как вы можете наблюдать. Я до сих пор хожу в своих шикарных очках. Да, такая женщина мне везет, фартит неимоверно. Я при... Ой, я же не сказала, что это новый день, и мы приехали в стоматологию. Я теперь сказала. Тон-тон-тон. Масибочки. Очень приятно. Сейчас бахилки на... Ой, бахил нет. А вот они. Лучше там стояли всегда. Здесь еще бахил такие качественные, ребят. Я приехала в торговый центр галерею. Хочу зайти в золотое яблоко. Мне нужно кое-что купить. Конечно, есть всегда что-то нужно там купить. Нет, я хочу посмотреть там вот этот Шанель крем, который вчера не купила в Ле Туале. Что-то мне еще нужно было. Ну, короче, я уже не помню, но у меня сохранено в этом приложении. И хочу подняться в Лаварис. Так называется, по-моему, этот бренд. Где лосина всякая, нижнее пелье там вот такое вот туда-сюда. Я хочу себе, может быть, какой-то новый, ну, как бы, так называемый спортивный костюм прикупить. Лосинки и кофточку. Что-то мне так все надоело мое. Я вот не могу постоянно ходить в одном и том же. Мне нужно постоянно это менять. Иначе у меня нет настроения заниматься. Я такая еду и думаю, блин, если я сейчас не куплю себе новый костюм, то я не хочу идти сегодня в зал. Понимаете, как работает? Да, это правда. Хорошая, красивая одежда всегда повышает настроение и желание к спорту. Так. Смотрю, купальнички разные. Тут, видите, без вкладочки. Мне иногда больше нравится со вкладочками. Взяла спортивный костюмчик, там лосина примерить. Вот еще, кстати, цвет красивый. Короче, я беру вот эти вот базовые, обычные, черненькие. Так вот они выглядят. А эти, типа, спортивные с пушап эффектом мне не подошли, потому что как будто они пушап эффекты, наоборот. Моя попка расплылась. Еще раз спустила волосы, сняла крабик, знаете, у меня в последнее время как будто бы мальвинка надоела, но она такая удобная. И вот так я раньше очень часто ходила, но сейчас я не понимаю, как будто мне так не нравится. Я еще любила зализанный хвост вот так вот делать с такой прической. Не понимаю, короче, ладно. Водичка и вот эти вот лосинки возьму, а эти не буду. Была только лосина, некоторые вещи, которые мне понравились, их просто нет в наличии, размера, или, допустим, есть лосины, но нет верхней части, и вот так. Еще бы я себе хотела новые кроссовки, но сейчас с этим дефицит, с поставками, что там в спортмастере, что в спортмастере, что в стритбит. как жаль. Ребята, написала своему муженьку любимому, написала Данилу. Нет, написала муж любименький, не хочешь пообедать со своей женушкой? Реально ничего нет, вот такие вот кроссовки только приглянулись, но у меня точно такие же, только светлые, без розовых штучек, стоит 20 тысяч, блин, ну извините. Слушайте, я пришла в магазин, вот такие вот здесь чертаны есть вроде в моем размере, а вот таких нет, но только 38-й может быть не принесут, не знаю, сейчас посмотрим. Короче, вот так вот они выглядят, понятно, что они под этот look of the day, но я думаю, что я их возьму нормально. Это 38-й размер, побольше у меня еще доски такие модные, черные, я их специально под руки надеваю, чтобы они не сползали. Ой, короче, вот так. Купила Даньке в итоге кроссы тоже Джордан, они только другие, как они, ну типа Nike, ну типа Nike, ну понимаете, да, коричневые такие цветы, я думаю, дома вам покажу, если не забуду, сорян. Сначала они мне вроде-таки не приглянулись, я посмотрела, думаю, да нет, цвет не особо классный, а сейчас я подумала о том, что я бы даже себе такой цвет взяла, прикольный. Все, в итоге я купила себе кроссовки Даня, кроссовки лосины, и сейчас зайду в золотое яблоко, может быть, я даже смогу купить свой крем, но наверное, я думаю, что вряд ли, потому что поставок тех же самых Шанель мало, и если он никому нахрен не нужен, только мне, то я смогу купить, а если, а еще, кстати, есть этот рифгорш, литуаль, поэтому, может быть, все-таки получится и там взять, вот так вот. Ладно, ребят, давайте, а то на меня так косо смотрят. Так, девочки, беру такую помаду в двух цветах сразу, две шестьсот сейчас стоят. Да, есть карта, вот такой оттеночек, вот, хорошо на губках выглядит, и взяла поярче, а какой второй оттенок, триста третий, да? Вот этот, ой, какой я взяла? выберите сто десятый и сто вторую, а вот он, да, и вот вот такой вот, он чуть развезу, развезу, а, ну вот он, да, вот флакончик такой у нас, вот такой, все отлично. На губах выглядит очень свеженько, это который сто второй, я сначала искала чисто неудовый, хотелось помаду, но при этом, чтобы она была как блеск, чисто вот нанес быстро раз-два и пофиг, попал ты, не попал, я имею ввиду по контуру, хорошо смотрелось, это отлично, она чуть-чуть охлаждает первые там 10-15 минут, как мне сказали, ну приятно, даже не так, как Диоровская вот этот вот Максиминайзер или как он Максимайзер называется, я его всегда Максиминайзер называю, вот, так что мне понравилось, ну и цена 2 600, понятное дело, что можно и дешевле найти, но мне нравится, мне приносит это удовольствие, как мы уже говорили, какая разница, надо оно мне или нет, если я хочу. Еще, я очень давно хотела попробовать соль для ванны, английская, короче, атлетика, она, видите, какая там, типа с блестками, все такое, мне кто-то писал, о мишене объемов, кто-то писал, что она реально шикарная, сейчас еще и по скидке, какие-то 880 рублей, и я обратила внимание на вот такие вот маслечки, прикольные, выглядит здоровски, если честно, уже рука отваливается, потому что вот здесь две пары обуви, блин, здесь еще, пипец, что еще, я просто гуляю, хожу, жданьку, жду, поэтому подскажите, а у вас Кевин Мерфи есть? Здравствуйте. Ага, спасибо большое. Ну вот, я очень люблю Кевин Мерфи, у меня там кое-какие продукты закончились, но у меня же есть загашник, вы же знаете, и вот такой еще хотела бренд попробовать, но чуть пока рука не лежит. Еще в моменте я хотела покупать вот такой вот стимпот, я даже, по-моему, во влоге об этом говорила, но я посмотрела обзоры и поняла, что это не то чтобы фуфло, но мне это не нужно, вот, здесь просто якобы, ну, он более щадяще относится к вашим волосам, и у них паровая технология, но я просто в этом, в ютубе ввела обзор, типа вот, на этот стимпот, я посмотрела, несколько мне не понравился. У меня рука сейчас отвалится, ей-богу, короче, все, я прикупила, думаю, вам покажу, что взяла, и вот этот бренд, доктор Кондрашова, я слышала, что у них есть какой-то, этот, как бы, здравствуйте, а не подскажете? Я слышала, что у вас есть какой-то тоник, который, как с охлаждающим эффектом, серии против отеков? Ух, тренажный. А, вот такой вот, да? Уживаться. А он что делает? Он снимает отечность, управляет из-за стены, подчищает мусульчинные пространства, соответственно, горит из-за полиции на процессах, также можете накладывать его на краса, соответственно, если появляется отопление, оно будет быстрее проходить, ну, протирается каждое утро лицо, если проявляется отечность. Окей, она в какой стоимости? Больше 2,5, маленький, 1,5. А маленький это какой? Маленький по 100 миллионов. Может, взять маленький, попробовать, мне кажется, большой-то мне не нужен. Да, давайте я вот маленький возьму, попробую. Я все, выхожу, пока по пути, наверное, что-нибудь не встречу еще интересненько. Я просто, правда, видела, и рекламу видела этого бренда, там у других там блогеров, звезд. Здравствуйте, ой, здравствуйте, подарок мне хотели дать этот флайл. Собственно, ну, против отеков, не знаю, если говорить объективно, то я уже не особо так отекаю, не то, что уже. Ну, если ты не ешь на ночь ничего соленого, не запиваешь это литрами воды, ну, и все с твоим здоровьем хорошо, а у меня так и есть, то проблем особых не возникает. Но иногда все-таки бывает, не выспалась, водички я люблю реально на ночь попить, но просто я люблю воду. И Шанель, смотрите, закрыта. Кстати, слышала, что новая Зара должна быть и серия русская Зара. Нас уже лайм, как русская Зара. Девчонки, я вам показывала, ой, рассказывала. Айсуш, душа, подвиньте, пожалуйста, душа. сейчас Данька подвинься. Вот такие вот, короче, ему взяли. Айсуш, айсуш, господи. Опачки, можешь вправо немножечко выйти, пожалуйста? Вот такие. Куда ты ушел? Зашивись. Айс, а, так, зеркало пошел, куда ушел? Айсуш, ну что ты, ну что, душа, обними мамину руку, конечно, надо почесать его. Да что ж, ну покажи людям кроссовки. Кроссовки или кроссовки? Чего? Сускосовки, смотри, склассовки и кроссовки. Кроссовки, кроссовки. Оп, опля. Вот такие вот, короче, коричневые взяла. Не, ну прикольные, мне целый нравится даже. Очень. Ну, не подать костюмчиком. И мы с Айсуш. Айсуш, никакие кроссовки не покупают. Мне, кстати, тоже надо свои кроссовки поберить. Я вчера так и не примерила. О, в копилку кроссовок, да, которые мы не будем носить. Отлично. Короче, опять же, ребят, с этими черными носками на небес суть. У меня большие кроссовки. Вот, вот здесь у меня большой палец, вот ноготь моего большого пальца, короче, вот так. Когда я иду, то у меня вылазит нога, но хочу сказать, что большие, что-то валяется нитка какая-то, большие это не маленькие. Айсуш, ну ты можешь меня в покое на пять минут оставить? Ёб твоя налево. Вот, Айсуш, он сейчас лапу положил на телефон. Айсуш, это сумасшедший пёс. Короче, просто не понимаю, как так. как я писала тридцать седьмой, что он мне должен быть не настолько большой в русском размере, что в европейском. Ну, ладно. Чё теперь, а это, кстати, какой размер? Я даже не смотрела. сейчас посмотрю. Просто европейский тридцать восемь с половиной, чтобы вы понимали, конечно же, он мне, блин, будет огромный. Ну, что тут скажешь? Да, трэш? Ну, как бы, я и не планировала особо в этой обуви ходить, но всё равно, конечно, от этого грустно немножко. Как, друзья, добрый вечер. Я уже дома, как вы поняли. Смотрю хоккей. Сегодня первая игра в плей-офф. Я, она, кстати, дома, ну, да, неестественно, пошёл, я не пошла, потому что у меня, во-первых, я лежала, у меня безумно раскалывалась голова, я не знаю, что такое. Возможно, из-за погоды, потому что то минус, то плюс, то снег, то солнце светит. Блин, чуть не забили. В общем, и плюс мне нужно убраться. Я хочу сделать, как обещала вам, небольшую распаковочку. Первое, что я взяла, вот такой вот крем от Sandbar, ну, крем с экстрактом манго, в общем-то, для всех типов кожи. Он был со скидочкой, и я подумала, почему бы мне не ввязаться в эту историю. На тестер я посмотрела, он так хорошо увлажняет, при этом лёгкий, но тут и написано, что, не здесь, я в этом, в приложении читала, что якобы, как бы он лёгкий, как, идеальный, как база под макияж. Так как я пришла в золотое яблоко, извините, я буду туда подглядывать периодически. Ой, слава богу, чуть нам, блин, не забили, с ума сойти. Сердце в этот момент такое, знаете, и дыхание такое, и останавливается. На секундочку. Вот. Так как Шанель, короче, вообще убрали с золотого яблока, ну, по крайней мере, в том, который я была в галерее, ну, этот корнер, в онлайне я не посмотрела, но и как бы я подумала, ну, ладно, возьму в любом случае, возможно, даже если я не сейчас им буду пользоваться, то там весной, летом можно его спокойно использовать. Вот тоник, про который мы говорили, я вам снимала, лимфодренажный тоник от доктора Кондрашовой. Я, если честно, как сказала, я не знаю, что это вообще, кто это, но я видела много рекламы, видела много отзывов, возможно, что-то прикольное, хорошее, так что один шанс. Вот здесь вот у нас был наш бальзам для губ, 102 оттенок, но он уже лежит в сумочке. Потом я взяла вот такой вот, что это, как называется-то вообще, правильно? Ну, в общем, это... Это порошок, который вы разводите в воде, и он снимает отечность, ну, то есть, вы в туалет ходите писать почаще. Я иногда, то есть я не первый раз уже покупаю, на постоянной основе я такое не пью, и если что, это не способ для похудения, то есть вы от этого не похудеете, ничего такого. Просто бывает, что вот периоды, когда я нажрусь, допустим, чего-то, и я прям чувствую, что я текла на следующий день, я выпиваю, и все норм. Это, наверное, не есть хорошо, но там неплохой состав, ничего такого криминального, витамины, ну, насколько, так, что мне тут получилось, насколько мне известно, все дорого. Короче, реально, я не советую ничего, просто вам показала. Потом, второй бальзам для губ в 110-ом оттенке, что-то я уже, что-то мне уже и не нравится, какой-то он не прикольный, возьму сейчас телефон, накрашу так, а то я не вижу, что у меня происходит на лице. Вот в таком он оттенке, он здесь тоже, видите, с этими молочными штучками, дрючками, но он супер нюдовый. О, Господи, испугалась. Ой, ну хорошо выглядит, не зря дела. Мне изначально его показали, я изначально хотела взять Армани, я шла за определенным, тоже, ну, типа, бальзамом таким, цветным и определенным цветом, но, я у кого-то также увидела в сториз, девочка написала, вау, супер, классный, офигенский, во-первых, я затестировала и мне не понравился цвет, я подумала, хорошо, что я там онлайн не заказала, хотя я думала, и девушка, консультант мне сказала, в Живаншине хотите посмотреть, там, ну, новые бальзамы пришли, и, короче, они классные, не обманула, две штуки сразу купила, ну, я думаю, вы видите, хотя здесь освещение не очень хорошее у нас, прям, не суперское, но вот такой вот он, нюдовенький, бежевый, я люблю такое, просто вот как раз таки, он девчонку показывает, это, как раз таки, такой вот, взяла, намазала и пошла, и он увлажняет, и при этом добавляет какого-то цвета, аккуратности, свежести, супер-классные, и я, как уже сказала, очень приятный аромат, текстура, я не знаю, кайф, абсолютно, я прям влюбилась, мне очень нравится, потом, мне, чеки-то не нужны вам, дали какие-то пробнички, эсталаудер, начиная с сывороткой, я так понимаю, или как, а, концентрат, я такой в Сочи с собой брала, вы видели, и для волос какая-то штучка-дрючка, и сам консультант Живанши мне дал тестер вот такие помады, то есть, в этих капельках, так называемых, помадки, и вы кисточкой мажете, ну, цвета красные, бордовые, вот это, кстати, 27-й, может быть, еще и будет норм, ни хера она им не видна, ну, ладно, не бесит, мне в прошлые влоги написали, посчитаем, сколько раз Катя сказала за влог не бесути, и я такая, ну, да, это мое новое слово паразит, ну, я не знаю, всегда, всегда, вот, у каждого человека есть на определенный период какое-то слово, которое у него постоянно вылетает, у меня это то, не бесути, в целом, как у кого-то, короче, пипец, капец, вот так вот, я говорю, в целом, и не бесути, потом соль для ванны, я вам уже показала ее, о, может быть, сегодня я спробую, как раз таки принять горячую ванну, пахнет никак, она вроде с васильками, здесь прям, оп, пахнет никак, но я думаю, что, наверное, будет водичка такая блестящая, василек будет плавать, все, что мы любим, потом, я взяла по скидону, по вообще лакшери скидону, вот такие осветляющие маски, когда на продуктах, вот такой вот примерно значок, как-то он помечен, то это значит, что у него, либо подходит к сроку годности, в общем, продавцы его помечают, для того, чтобы знать, что этот продукт уже, ну, типа у него не два, не три года в запасе, срок годности, и многие об этом, кстати, не знают, но я знала, я взяла здесь до 30 июня, а сейчас март, март, апрель, май, июнь, еще 4 месяца, и цена 2300 за 5 масок, но это бобор, 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 да господи, да, в общем, это маски осветляющие, и я хотела их попробовать, я думаю, что на них скидка примерно процентов 50 может быть, вот маски стоят 4000, это сколько штук, это одна штук стоит, да нет, этого не может, ну, вон там вот, а, 4 штуки, это 4 штуки, здесь 5, здесь вот 5 штук стоит 4 100, ну, в общем, я подумала, что, может быть, она будет действительно хорошей, почему бы мне не вписаться в эту историю, и все, последнее, это вот этот вот, как он называется, лосьон для тела с ароматом ванили, от Синбар, я его обожаю, стоит он 5 с чем-то тысяч, это безумно дорого, но, если честно, его хватает, правда, ну, на продолжительное время, особенно учитывая, что я постоянно, каждый день наношу разные продукты, мне его реально надолго хватает, ну, просто я посмотрела, я как раз позатом, или в том влоге говорила о том, что их очень долго, на протяжении, наверное, полугода, не было в наличии, вообще нигде, ни в одном магазине, офлайн, не то, что даже там в косметическом, очень часто эту продукцию выставляют себе салоны красоты, какие-то лакшери, вот, нигде не было, я так по нему скучала, я заказала себе только большой баталек, сейчас думаю, блин, ты пофиг, пускай стоит, потому что на сайте их уже нет, возможно, и опять будет дефицит, ну, понятно, что я и проживу, но, опять же таки, он до 2025 года, почти до 26-го, пускай стоит, никому не будет мешать, ну, как-то вот так, ребят, такая вот мини распаковочка, получилось фонтанный шоппинг, а зачем я шла, а шла я за кремом Шанель, вот так, ну, переместимся сюда, во-первых, вчера я готовила Дане пиццу, чтобы вы понимали, он ее съел меньше, чем за день, всю целую пиццу, но эти корочки мы не доедаем, естественно, и сегодня он мне сказал, а давай-ка приготовим еще одну пиццу, ну, как приготовим, я приготовлю ему, поэтому там заказала уже продукты, хотела вам показать, вот, я, во-первых, нашла таблетки, выпила, и сделала заказик в магните, ой, как, о-о-о, не падай, молю себя, сделала заказик в магните, хорошо, что вот сейчас реально ты можешь заказать абсолютно все, что ты хочешь, и это буквально ждать там 20 минут, в общем, вот такой пропер для мытья полов и стен, стены нам мыть не надо, с лавандой, да, это лавандовое, да, лавандовое спокойствие захотелось, какие-то журналы мне тут положили, потом ушные палочки, мне кто-то там пишет, так, по часам смотрю, видите, как удобно, вот такая штучка, губка для обуви, для замши, я взяла уги свои протирать, и казаки, потом влажная туалетная бумага, вы знаете, и это мой мастхев, вот эту штучку еще взяла, увидела, Даня, знаете, вот так это на голову вы берете, массажер так насаживаете, и он вот так вот по голове расходится, это супер приятно, хотя, по сути, такая обычная штучка, это ежедневные прокладочки для женщин, кстати, мне кто-то реально спрашивал, это немного странно, но ладно, что же мы, девочки, я не использую на постоянной основе, бывают иногда дни, когда хочется, потом вот такие штучки, для туалета, я вообще их обожаю, без них туалет не туалет, извините, и вот за 400 рублей 4 штуки взяла, это реально дешево сейчас, потому что они стоят пипец сколько, еще вчера я загрузила посудомойку, поняла, что у меня закончились капсулы, и заказала вот такие вот финиш, вот эти, и это все какие-то журнальчики, рекламчики, это еще что у нас тут, ватные диски обычные, и вот такие еще взяла, только я так и особо не понимаю, чем они отличаются, понимаете, вот здесь, просто они как будто местами, а, вот здесь вот жидкость, а здесь не жидкость, здесь какие-то тоже, как порошок, в общем, причем какая-то из них была, ну, якобы подороже, но просто видите, они в две по тысяче рублей, что тоже, наверное, не особо дешево, но я не стала искать, отдельно где-то заказывать, здесь 36 капсул за тысячу рублей, здесь 30 капсул за тысячу рублей, соответственно, вот эти типа какие-то более лакшери виллэдж, вот, антижир, супер блеск, пауэрбол, бал, терапыры, восемь дыры, не знаю, есть ли разница, ну, пофиг, вот такая вот, а, еще, а, вот еще, еще, что-то я, что-то я вас обманываю, какой-то стикер для гигиены, такой еще не покупала, вот этот ученка, распаковка, которую мы заслужили, и вот такая вот, не знаю, попробуем, узнаем потом, что с цветами у нас, девочки, с цветами, живет пока, он у меня тут как-то завял, и я такая, ты че, ты че, потом я его полила, и он снова расцвел, я думаю, охренеть, еще мне кто-то написал, что гортензия опасна для животных, для собак, но, если честно, я не знаю даже, он на такой высоте стоит, напишите, если что-то знаете, просто я загуглила, но ничего такого, прям не прочитала, что прям супер опасно, или, ну, понятно, гортензия, если может где-то там поставить, он их будет есть, и вот это, тоже цветочки вроде стоят, сейчас посмотрела, кран, он просто, ну, заляпанный, это ладно, это я когда мою, вот так постоянно уберу, вот эта пыль, я ее протираю каждый божий день, каждый реальный день, то ли вытяжка может плохо работает, то ли от чего, пыли невыносимо много, помните, я про ванну вам тоже самое говорила, что в ванной там полочка та, которая стоит, у меня тоже постоянно налетает пыль, ну все, тя-дам, еще вам не показала, но не буду прям полноценно делать распаковку, покажу просто, огурчики сейчас купила для пиццы, кока-кола в стекле, просто попить, вот, вот такой вот бомбаровский тархун, он типа без сахара, кто любит, кому это важно принципиально, типа без калорий, все такое, кто хочет, может попробовать реально, ну на вкус как тархун, я еще попробовала арбузный, такой он арбузный, мне не понравился, он слишком сладкий, такой знаете, химозный арбуз, а вот этот вот тархун вообще офигенский, потом доктор пеппер, тоже зеро, но я не видела, что он зеро, когда заказывал, я просто добавила, ну ладно, кок-кола у нас обычная вроде, да, обычная кок-кола, вот, бля, ребят, это что за угар, бро, вы видите, сколько здесь ягод, это две клубники, что за роскошь, такой набор рублей, там 400 стоит, две клубнички, вау, это что-то на богатом, окей, ой, чуть не упала, потом, шампиньоны, блин, поставлю сюда, по тестам, колбасятина, слушай, у тебя какой-то колбасы нет, или она надета, тоже для пиццы колбаса, еще взяла орешки, хочу на завтрак сделать завтра кашу, с орешками, и с ягодами планировалось, эй, ковруша, вот, еще орешки, миндаль, еще орешки, это эти, кедровые, мои самые, наверное, любимые, хотя кеши, я тоже люблю миндаль, потом колбаса, такая сервелет, кстати, такая вкусненькая, а, обычная, из серии, ой, что-то у меня тесто сложилось, как она называется, я забыла, салями, точно, и кукурузные хлопья, геркулес, все, главное, чтобы у меня от геркулеса опять моль не завелась, кто не помнит, не знает, у нас в ящике заводилась моль, из-за того, что там смесь была, орехи, какие-то ягоды сушеные, и там она прям реально, ну, я не знаю, себе дом сделала, я теперь боюсь, каши оставлять, я не знаю, орехи, все, у меня панические атаки от слова моль, и я еще пару раз ловила моль, хотя, я не знаю, я не знаю, как она, откуда может взяться, значит, что-то еще есть, а что, я не могу понять, живем с молью, какой-то вот такой влог у нас получился, я надеюсь, что вам понравилось, если вам понравилось, то обязательно напишите об этом в комментариях, или просто прокомментируйте что-нибудь, как я уже говорила, ваши лайки, комментарии, продвигают, наш YouTube канал, и, из-за того, что есть активность на канале, соответственно, там влоги появляются в рекомендациях у других людей, ты мне писал, Катя, как 100 тысяч, надо миллион сразу, мы маленькими шажками, по чуть-чуть, туда-сюда и туда, сначала 100, потом будем 150, потом 200, потом 250, и вот так вот, по 50, до миллиона, я думаю, нам, конечно, еще шлепать, но извините, чем богаты, тем рады, как говорится, ничего страшного, мы своего добьемся, я вас целую, обнимаю, подписывайтесь на канал, и пока-пока, пока-пока.